7 аргументов против строительства атомной электростанции 1. Дефицита электроэнергии нет Если обратиться к цифрам, то располагаемая мощность электроэнергии в стране составляет 20 000 МВт в час из которых максимально используется 16 700 МВт по заявлению правительства При этом ежегодно производимая и употребляемая электроэнергия в Казахстане согласно данным Самрук Энерго составляет на самом деле 12 900 МВт в час Соответственно избыток мощностей составляет 3800 МВт в час который в состоянии ежегодно обеспечивать электроэнергии дополнительно еще два таких города как Алматы с населением 2,5 миллиона человек и всеми промышленными производствами Как устроена энергосистема страны? Энергосистема Казахстана поделена на три зоны Это северная, южная и западная зоны Северная и южная зоны соединены между собой Эти зоны соединял я, когда возглавлял энергосистему страны в 1997 и 1998 годах А вот западные зоны, они до сих пор не соединены Их необходимо соединить высоковольтными линиями передач свыше 500 кВт, чтобы энергосистема страны была единой Это позволит перегонять существующий избыток электроэнергии из одного региона в другой При Такаеве за пять с половиной лет его президентства эти регионы так и не были соединены между собой Теперь просто подумайте, откуда в принципе может возникнуть дефицит товаров или услуг в условиях рыночных отношений, когда можно купить и продать все что угодно У нас же нет дефицита бананов или чая, который мы даже не производим Мы просто покупаем эти товары из других стран и не переживаем по этому поводу Самое главное, у нас есть что покушать, у нас же есть, да? Есть Реальный дефицит товаров в Казахстане, который мы не производим, есть Например, производство автомобилей, импорт 97% Производство одежды и обуви, импорт 99% Производство лекарств, импорт 86% Однако, отсутствием производства этих товаров в Такаеве почему-то не обеспокоен Второе, нет роста экономики, значит нет необходимости в новых мощностях Экономика Казахстана не растет последние 10 лет При этом такаевские фантазеры каждый год прогнозируют дефицит электроэнергии Прогнозируемый дефицит электроэнергии это выдумка, о чем свидетельствует доклад Министерства энергетики В январе 2024 года Глава Минэнерго Саткалиев в январе этого года, 2024 года Презентовал предварительно план ведомства до 2035 года по развитию электроэнергетической отрасли Предусматривающий ввод дополнительных 26 тысяч мегаватт новых генерирующих мощностей Вдумайтесь, 26 тысяч мегаватт Чтобы вы понимали, все мощности в Казахстане составляют всего на данный момент 20 тысяч мегаватт То есть за 30 лет практически ничего не было построено А Саткалиев обещает построить столько же мощностей и даже больше за 10 лет Чем было построено за последние 60 лет Притом это был период Советского Союза То есть ясно, что в этом нет никакой необходимости Потому что нет спроса, нет новых производств Или правительство Такаева утверждает, что за 10 лет экономика вдруг удвоится сама по себе Появятся новые производства Новые объекты промышленности А население увеличится до 40 миллионов человек Вместо нынешних 20 миллионов Ну если все увеличивается энергомощности более чем в два раза Соответственно экономика увеличивается более чем в два раза Население, судя по всему, они считают, что за 10 лет увеличится вдвое Вместо 20 миллионов станет 40 миллионов Ну это, конечно же, нереально И для чего тогда нам столько мощностей? За 5 лет, 5,5 лет президента Такаева Вы смогли увидеть новые производства? Или может ваша жизнь улучшилась? Увеличились пенсии? Вы стали больше зарабатывать? Очевидно, что за следующие 10 лет при Такаеве ничего не поменяется Хочу заметить, что в плане по развитию электроэнергетики Минэнерго предложила решение всех проблем С прогнозируемым дефицитом электроэнергии Без атомной станции Без АЭС мощностью, как они сейчас говорят, 2400 мегаватт И без учета трех угольных российских ТЭЦ в семье, как считал Усть-Камогорский Суммарной общей мощностью 1000 мегаватт Они уже приняли решение, что будут строить 1000 мегаватт То есть в этой программе даже эти 1000 мегаватт никаким образом не заложены И заметьте, что министр энергетики Садкалиев отмечает Что планируется строительство новых газовых станций В Ахтал, Атарал, Ахтубе, Тарази, Казларде и Шимкенте Общей мощностью как раз в 2400 мегаватт Это та самая мощность, которая заявлена, которую планируется построить АЭС То есть в январе газ был и Садкалиев предлагал строительство газовых станций А уже в сентябре он заявил В реальности, то есть фактически мы сжигаем максимум 340, порядка 300 миллионов Это менее 1% от всего объема газа То есть они не могут являться источником газовой генерации Также в январе Садкалиев отмечал, что у Казахстана высокий потенциал для развития сектора ВИЭ Это возобновляемые источники энергии А уже в сентябре говорит Мы обязаны развивать наш Казахстан То есть все развитые страны, ну может быть за исключением Германии Которая намеренно отказалась, ну всего может быть тех или иных причин В том числе политических, от развития атомной генерации Сейчас вынуждена покупать электроэнергию от угольных и атомных станций других европейских стран То есть этот тест развития атомной энергетики, это развитие экономики Это будущее Казахстана, вот именно атомная энергетика И в самом конце январского доклада Садкалиев заключил Реализация этих проектов позволит исключить дефицит в энергосистеме То есть министерство энергетики еще в январе Сами предложили развитие энергосистемы И решение прогнозируемой дефицит электроэнергии без АЭС Госчиновники вопят, у нас дефицит электроэнергии Ну что случилось? У нас что, появились новые мощные производства энергопотребляющие Мы стали выпускать новые миллионы тонн меди, стали, еще чего-то Или у нас население в три раза выросло Или у нас у каждого по пять кондиционеров Или по три электромобиля Что случилось? Откуда у нас рост потребления? Я не вижу, чтобы страна так супер развивалась Чтобы энерговооруженность выросла Так что же поменялось за лето? И почему Казахстану так срочно стало необходимо построить АЭС? Ответ очевиден Переходить к новым формам взаимодействия Имею ввиду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям Третье Главной проблемой является отсутствие рыночной цены на электроэнергии А не изношенный ТЭЦ Износы ТЭЦ по заявлению режима составляют якобы более 70% На которые приходится основная часть выработки электроэнергии по стране Однако износ оборудования на ТЭЦ невозможен при рыночной цене на электроэнергию, горячую воду и отопление Так как владелец ТЭЦ, независимый, если частник это или государство При расчете себестоимости цены на электроэнергию закладывают цену, модернизацию мощностей для ее бесперебойной работы Проблема заключается в том, что в Казахстане цену на электроэнергию формирует Министерство энергетики Точнее министр Это полнейший совок, когда цену устанавливают в министерстве Сейчас в стране 55 энергопроизводящих организаций имеет 55 персональных тарифов То есть министр энергетики у себя в кабинете подписывает документ под названием Предельная цена для энергопроизводящей организации Подписание приказа об установлении предельных цен происходит в кабинете министра абсолютно непрозрачным путем Что является наиболее коррупционной процедурой в Казахстане Вы можете себе представить, чтобы цену на кроссовки, на бананы, на чай, на одежду устанавливали в министерстве торговли Цены должен формировать рынок, как на любой товар или услугу Тогда будут конкурентные цены, которые дадут возможность модернизировать ТЭЦ Глобально и на будущее от заплотопных ТЭЦ необходимо избавляться Чтобы не мучиться с перекапыванием дорог, заменами труб, отключением воды и так далее И переходить на современные виды отопления, которые используются в передовых так называемых холодных странах Такие как Швеция, Финляндия, Норвегия, Канада, США Которые не используют ТЭЦ для отопления домов и подачи горячей воды К примеру, в Швеции большинство домов отапливаются с помощью тепловых насосов по методу вода-грунт Который отбирает тепло из грунта и переносит его в дом Передавая тепло воде, которое циркулируется в системе отопления Это только один из видов отопления Такие системы возможно легко внедрить и у нас Преимущество такого отопления заключается в том, что оно автономное То есть исключается вариант, когда может замерзнуть весь город, как произошло у нас с Экипастузом И оно обходится дешевле Вы платите за установку и за незначительное потребление электроэнергии, которое потребляет тепловой насос для переноса тепла в дом Четвертое Есть альтернативные источники получения электроэнергии без АЭС Нужно сегодня уже Давайте его решим быстрыми методами Это газовая генерация Первое Газовая электростанция обойдется многократно дешевле и построится значительно быстрее АЭС Время на строительство займет 2-3 года вместо 10-12 лет И обойдется в 1 миллиард долларов вместо 15-30 миллиардов долларов на строительство АЭС Можно использовать собственный газ Есть труба Бенил Шимкент из Западного Казахстана Или трукменский газ, который уже проходит по территории Казахстана в сторону Китая Объем трубы трукменского газа составляет 50 миллиардов кубов газа Из которых нам необходимо всего лишь 2 миллиарда кубов газа в год Для производства необходимого количества электроэнергии Всего 2 миллиарда кубов газа Также необходимо знать, что в Казахстане есть станции, работающие на газе Но такие станции, например, Жамбылская, Магистауская, Атрауская и другие станции Не работают на полную мощность А если они будут работать на полную мощность Если западная часть Казахстана будет объединена с северной и с южной частью Казахстана То этот излишек может хлынуть на юг и на север Казахстана в случае необходимости 2. ВИА – возобновляемые источники энергии на основе ветра и солнца Имеющие единый энергобаланс Электроэнергия от возобновляемых источников энергии ВИА В 6 раз дешевле, чем электроэнергия от атомной станции Ее долю можно нарастить от нынешних на данный момент существующих в Казахстане 6% доли До 60% 60% как в Германии Преимущество ВИА является то, что полный ввод в эксплуатацию занимает всего лишь 1 год От проекта строительства, утверждения плана до ввода в действие, а не 10-15 лет, как в случае с АЭС И внедрять в ВИА будут бизнесмены То есть это будут полностью частные инвестиции, без государственных вложений 5. Дорого и долго Строительство АЭС займет 10-12 лет, как минимум, как заявляют власти Фактически это означает, что на строительство уйдет 15-20 лет и более Учитывая тот факт, что ныне строящие в мире АЭС запаздывают по срокам И учитывая опыт строительства других объектов в Казахстане, таких, например, как ЛРТ На возведение опор которых государству ушло 13 лет Объект до сих пор не завершен Простых опор, друзья 15-30 миллиардов долларов бюджетных денег, которые Такаев хочет потратить на строительство АЭС Это половина годового бюджета нашей страны Годовой бюджет страны сейчас составляет порядка 45 миллиардов долларов Учитывая коррупционную составляющую Около 5-6 миллиардов долларов они украдут и будут каждый раз повышать стоимость проекта в течение срока строительства На примере вот ЛРТ При том, что в бюджете страны на 2025 год уже существует бюджетный драк Более 1 триллиона тенге Это свыше 2 миллиардов евро И при этом такая проводит референтов тратит 15,5 миллиардов тенге Когда на следующий год не хватает более триллиона тенге Даже через 15-20 лет после строительства АЭС и затрат 15-30 миллиардов долларов Цена на выходе для конечного потребителя будет дороже и составит минимум 60 тенге киловатт-час Вместо 15 тенге от электроэнергии на газе и менее 9 тенге от возобновляемых источников энергии Такие как ветровые установки В то время, когда этот вопрос можно решить 15 раз дешевле и незабюджетные деньги из ваших налогов 6. Хотим ли мы жить под указку Кремля и для чего это нужно Путину? В этом году Россия подписала соглашение о строительстве АЭС не только с Казахстаном, но и с Узбекистаном, Кыргызстаном и уже построена АЭС в Беларуси По сути Путин мечтает воссоздать образец Советского Союза через союзные государства, которые уже входят в Беларусь И строительство российских атомных станций на территории этих государств означает контроль и зависимость этих стран от Кремля, как это было в Советском Союзе Поэтому Путин так болезненно переживает моменты, когда бывшие постсоветские страны избирают демократический путь развития, как Грузия, Армения, Украина, Молдова Вводя туда войска напрямую, как это было в Грузии в 2008 году и как сейчас происходит в Украине Или оставляет там присутствие неких миротворческих сил, миротворческого контингента Как в случае с Приднестровьем в Молдавии Выход Армении из ОДКБ Путина тоже не обрадовало Такая эта табуретка Путина проводит референдум 6 октября для того, чтобы 7 октября, в день рождения Путина, объявить своему царю о положительном исходе Хотим ли мы вернуться в состав России, как были в Советском Союзе и жить под Кремлем 7. Экологическая катастрофа АЭС это экологически опасно Это угроза и высокий риск для экологии и здоровья граждан Казахстана Учитывая находящую рядом в радиусе 350 км сейсмически опасную зону В случае ядерной аварии последствия будут катастрофическими и подвергнут опасности жизни миллионов казахстанцев Для понимания, в 50-километровой зоне отчуждения в Чернобыле можно будет жить только через 50-60 лет А в 10-километровой зоне нельзя уже будет жить никогда Учитывая, что проект строительства АЭС находится около озера Балхаш Мы фактически потеряем полностью озеро Балхаш и все близлежащие города За полувековую историю в развитии атомных электростанций Всего в 15 странах мира произошло более 200 инцидентов и аварий различной степени сложности и опасности Хотим ли мы еще тысячи поколенщинных в суть, как после Семипалатинского ядерного полигона? Готовы ли мы жить, осознавая эту опасность и оставить наши решения десяткам будущих наших детей? Готовы ли мы жить, осознавая опасность и оставить наши решения десяткам будущих поколений наших детей? Уважаемые казахстанцы Настал момент сказать нет режиму Назарбаева-Токаева Если вы против строительства АЭС, выходите на мирный митинг Это ваше конституционное право Выходите всей семьей, с детьми, с родителями, выходите всей страной 6 октября в 14.00 митинги по всему Казахстану АЭС Керегемес, Тухаев, Кит, Алга, Казахстан Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!